Судебная тянучка. Третьи сутки. Лидеру организации украинских националистов Николаю Каханевскому избирают меру пресечения. Его, напомню, обвиняют в незаконном применении оружия. В первый день дело дошло даже до погромов в зале. Но сейчас в Святошинском райсуде спокойно. Там находится моя коллега Ирина Баглая. Она с нами на связи. Ира, добрый вечер. Расскажи, есть ли новости? Расскажи, есть ли новости? Расскажи, есть ли новости? На запобежный захист боя и громадским деятчим. Как вы слышали, защита будет подавать апелляцию. Каханевский объяснил, что он общественный деятель и не может сутками быть в изоляции. Свою вину в этом повторил, что отрицает. И защита будет ходатайствовать о взятии на поруки или же о ночном домашнем аресте. Прокуратура решение суда комментировать отказалась на месте. Само заседание прошло спокойно под охраной силовиков. Однако, как вы видите, сторонники Каханевского все-таки остаются под стенами суда и проводят такой импровизированный митинг. Это десяток побратимов, лидера украинских националистов. Наташа. Спасибо, Ира. Это была Ирина Багла из Святошинского райсуда столицы. Там, наконец, избрали меру пресечения. Николаю Каханевскому его отправили под круглосуточный домашний арест.